На дворе ноябрь, и не просто ноябрь, а вторая его половина. Ночные и дневные температуры и лишь немногим переходят на плюсы, иногда и случаются заморозки. Был неделю назад на водоеме на этом, на озере, ловил на спине, получил всего одну поклевку. Перепробовал все приманки, но потерпел фиаско. И решил, я от нечего делать, вспомнить дедовский способ и половить на этом же озере, но погонять кружки. Говорят, что у щуки вырабатывается иммунитет на искусственной приманке. То есть в тех водоемах, где много и часто ловят на приманке, она их изучает и очень плохо, и неохотно на них клюет. А на живца иммунитет у щуки не вырабатывается, кушать-то хочется. Поэтому я решил вспомнить этот способ. Итак, тема нашей сегодня ловли – это ловли щуки на озере на кружки. Итак, из чего состоит кружок? Кружок состоит из диска. Который в основном заполняется из пенопла. В диске имеется прорезь, в которую уложено необходимо рабочее количество лес. С внутренней стороны диска, который, как правило, имеет белый свет, есть выемка. С помощью этой выемки, когда вы кладете кружок на воду, происходит как бы притяжение к воде. И кружок себя на волнениях, на небольшой воде ведет себя гораздо устойчивее. Если бы кружок имел ровную поверхность, он очень неустойчив, и бывает, что просто от волнения переворачивается, вы вынуждены подплыть, обрабатывать, терять время и можете пропустить поклевку или что-то еще интересное. Еще имеется штырек, который вставляется в середину кружка. У него сверху есть прорезь, в которую заложено леска закладывается. При поклевке кружок опрокидывается, леска освобождается и спокойно разматывается. Хищник, заглатывая живца, не чувствует никакого сопротивления. Нам остается только подстуть и снять рыбу. Итак, казалось бы, простая снасть, но у начинающих могут возникнуть ошибки, которые не позволят им достигнуть результата. Я вам на примере вот этого кружка сейчас покажу основные вещи, которых надо избегать при оснащении кружка. Первое. Это поводок. Все знают сейчас модный флюрокарбон, который многие оснащают, но также уже, наверное, все успели узнать, что прекрасно режется крупной щекой, флюрокарбон до 0,45-0,5, что я, собственно, могу засвидетельствовать своим опытом. Я рекомендую оснащать металлическим поводком, но вот не таким, как здесь опять. Вот обратите внимание, такой кружок можно купить, в общем, и в магазине, и на рынке, где угодно. У него, в общем-то, несколько здесь причин, чтобы его переделать и сделать нормальную ловичность. Первый. Это очень короткий поводок. Вот посмотрите, да, какая пасть у щуки, вот, она взяла, если она голодная, да, перевернула с дышца. Вот примерно такая голова. Ну, в общем-то, где-то щука на килограмм, чуть более того, пока вы потури кружку, скорее всего, уже будут зубы у нее на месте леса. Казалось бы, у вас есть поводок, но он вас не спасет, уж больно, он короткий. Поэтому лучше всего 30 сантиметров, как минимум. Во-вторых, вот это место очень уж оно грубое. У нас поводок цепляется к тройнику. Надо понимать, что когда щука берет живца, она начинает его жевать, переворачивать, и весь этот металл ей класкает по деснам и по зубам. Поэтому этот крючок, вот я бы его назвал даже великоватый, ну, или максимально допустимый, в общем-то, на то, что можно оснастить. И, конечно, в лучшем случае, вот надо сделать поводок, чтобы он был совмещен с тройником, никаких застежек здесь не надо. Кроме всего прочего, даже, было бы очень желательно, наконец, поводка надеть кембрик и натянуть его на цевье крючка, чтобы опять по той же причине, как можно меньше металла во рту у рыбы, когда она взяла рыбку. Итак, у меня есть заготовленные, прям под мои пять кружков, пять нормальных поводков. Я хочу их продемонстрировать. Примерно тот же самый металл, только тоньше. Тоже вертлюжок, но только маленький. И та же застежка, но только маленькая. Вот поводок 30 сантиметров, но меня не устроил на нем карабинчик, застежка. Поэтому я старый снял, нашел у себя маленький. И сейчас его просто поставлю на поводок. Ну вот, вот такой вот у нас карабинчик малюсенький получился. Вполне достаточной прочности, я считаю. Итак, я связал петлю узлом восьмерка. Отступаем, оставляем небольшой кончик. Так он будет ограничителем у нас для грузила, чтобы он не бился у нас в поводок. Мне осталось поставить тройник на тот поводок, который я остановил. Теперь берем штырь. Итак, казалось бы, кружок готов к применению. Но есть одна проблема. Мы ставили штырь, хотим закрепить леску, а не тут-то было. Мы ее хотим поставить, а она продолжает соскакивать с кружка. В чем проблема? А проблема в том, что нет прорези, которая удерживала бы эту леску на месте. Поэтому нам надо прорезать верхнюю часть, небольшой сделать надрез в противоположную сторону от намотки лески. Сделал надрез, завожу в него леску. Можно было сделать сразу в прорезь, поставить и пустить его в плавание. Видим, да, уже никакого соскальзывания не происходит. Для большей надежности можно сделать даже следующее. Сделать один оборот. Вокруг шестика нашего штыря. Сделал так. При этом угол уменьшится и будет более надежно здесь держаться. Никакой, в общем-то, проблемы для размотки лески после поклевки нет. Давайте посмотрим, что произойдет. То есть, кружок перевернется, выходит из щели, пожалуйста, свободный, пошел мотать. Готовлю все кружки и начинаю, наконец-то, их ставить. Кружков. Пора насаживать живца и пускать их в плавание, устанавливать кружки. Но есть тонкий момент насаживания живца, о котором хотелось бы рассказать. Дело в том, что насаженный на один крючок живец, я сажаю его под спинной плавник. В процессе ловли он играет, пытается освободиться от крючка. И место, через которое мы его насадили, разбивается. Крючок держится неверно. Зачастую живец сам освобождается от крючка. Либо это происходит при хватке хищника. То есть, выглядит, переворотка есть, подплываешь, ни живца, ни щуки нет. Поэтому есть один момент, который я сейчас вам покажу. Сажаем живца. В данном случае у нас карась. Коберу резиновую перчатку. Отрезаем от нее кусочек. Если тонкая, можно запасом, чтобы сложить ее вдвое. Далее берем нашу рыбку. И на тот крючок, на который мы насадили, надеваем кусок крючки. В данном случае даже разбитая спинка у карася не даст крючку выпасть, так как жало задержится в резине. Да, насчет глубины. Я ее померил за бугаревну здесь. Тут чуть более, скажем, или полтора метра. Так как на дне присутствует еще опавшая трава. То вот метр я поставлю ее. И будем на такой глубине и ловить. Надеюсь, что не поленится щука. И поднимется за добычей. Живец гуляет хорошо. Вот и наш кружочек как бы и поплыл. Теперь надо отплыть. Я обычно отплываю при тихой погоде метров 10. И ставлю второй кружок. И так далее, пока не будут установлены все. Почему расстояние должно быть достаточно большое? Первый, значит, момент тот, что живцы разные ведут себя по-разному. И теоретически могут плыть навстречу друг другу. Поэтому два кружка могут встретиться, переплестись. Нам тратить время, чтобы это расплетать. И во-вторых, хищник, то есть степень облова площади будет при таком расстоянии, я считаю, она будет оптимальной. То есть у нас глубина маленькая, поэтому хищник будет или тот, или другой должен в поле зрения у него попасть. Раньше, когда рыбаки гоняли кружки, они использовали так называемые конюшни. Это была примерно вот такая емкость, которая была разделена на 10 отдельных отсеков. Что она позволяла сделать? Когда кружки прошли тоню, их собирали, сматывали и помещали каждого живца в свой отсек. Поэтому он не путался, друг другу не мешал, не кололся и так далее. Сейчас количество кружков ограничено пятью, поэтому я не пользуюсь такими приспособлениями. Пять рыбок с зажатой крышкой в отдельные углы, они, в общем-то, не путаются, не мешают друг другу. Я вполне обхожусь обычным контейнером. Вот даже небольшой ветерок, появившийся, разогнал наши кружки в разные стороны. Было 10 метров, а сейчас между некоторыми уже, наверное, все 30. Была бы погода похуже, я бы вообще их потерял. Поэтому кружки должны быть ярко-красного цвета, чтобы их было хорошо видно. И немаловажной деталью будет бинокль. Когда будет волнение, кружки может разогнать очень далеко, поэтому надо встать в лодке, и в бинокль его можно найти. Не вооружившись такой оптической техникой, можно потерять кружок. Очень часто бывало, что, я даже сам когда ловил, приплывает одиночный кружок, нигде вблизи не видно ни одного человека, который его гоняет, а он с рыбой. Ну, называется, Бог послал. Ничего не поймал, но кружок принес рыбу. Такое бывает часто, поэтому яркий должен быть верх у кружка, хорошо заметен. Вот с погодой нам сегодня повезло, можно сказать. Дождик принимался, правда, несколько раз, но не сильный. И главное, что не сильный ветер. И за кружками хорошо следить, и наслаждаться увядающей природой предзимней. Вот, как бы я очень доволен выездом. Еще бы рыбки поймать, и совсем было бы счастье. А, кстати, у нас и перевертка вон есть. Давайте проверим. Но не мотает. То ли мы ее давно прозевали за разговорами. Сейчас придем. То ли, может, сбила наш. Но сбить нашу живца, это, в общем-то, не знаю. Это невозможно, я считаю. С нашим усилением резиночки должен сидеть надежно. Поэтому вряд ли сбила. Могла у колосса бросить, вот это да. Сейчас поглядим, проверим. Идем потихонечку, не шумим. Потому что практически штиль. И мы можем, в общем-то, на голову ей наехать свою лодку. Поэтому от других кружков уходим. И потихоньку движемся. Видел деятелей пару раз, которые на бензиновом моторе гоняют кружки. Ну, как-то не очень красиво, во-первых, и не эстетично, и не гармонично это выглядит. Вообще, с щука, говорят, что заводится от звука мотора. Но это как-то совсем не вяжется вот с таким стилем ловли. Но уж если нужен мотор, так поставьте второй электрический. И потихоньку это все делать. Ну, не смотан. Кружок, ну, в общем-то, и сматывает. Если она и сматывать, то нечему, в общем-то. Потому что штиль, кружок не отгоняет. Наверное. Ох, ребят, а есть рыба-то. Куда-на, под ним прям стоять. Тихо. Ну, такую, наверное, сидит надежная. И руками возьмем. Ну, вот она, наша первая, небольшая. Вот он мой первый лов, первая щука. Я очень доволен, что результат есть в это нелегкое трудовое время предзимы. Размер ее невелик. Она, в общем-то, укладывается в разрешенной забрать. Но я ее отпущу. Ну, вот щучка есть. И пока кружок у меня в руках, хотелось бы два слова сказать о высоте шестика. Дело в том, что этой высотой можно регулировать чувствительность кружка. Чем выше он вставлен, тем кружок чувствительный, но тем меньше его устойчивость на воде. Это говорит о том, что если у нас крупный живец, и мы установили очень высокую антенну, то живец может спокойно перевернуть кружок. И мы будем летать на ложные поклевки, устанавливать глубину и терять время. Или другой вариант. У нас сильное волнение, кружки просто от волнения переворачиваются. Что надо сделать в этом случае? Если кружок неустойчив, и то и дело переворачивается либо живцом, либо от волнения, мы просто укорачиваем длину шестика, делаем ее меньше. Соответственно, сила на переворот кружка требуется больше, и устойчивость, то есть прилипание к воде увеличивается. Но при этом кружок должен допускать такую регулировку, потому что многие кружки, они не имеют фиксации в любой точке, фиксируются только в верхней. Такими кружками отрегулировать это будет нельзя. Поэтому приобретайте кружки, которые позволяют это делать, либо дорабатывайте их с клеенами. Заготовка готова. К ней можно поставить крючок. Как я говорил, что здесь лишний элемент в нашей застежке, поэтому мы сейчас делаем без застежки. Заодно хочу обратить ваше внимание на крючок, который я хочу поставить. Если вы посмотрите, то жалобы данного крючка обращены вовнутрь. Это очень важно. И я в последнее время ловлю только на такие крючки. И он дорогой, только в элитных сериях есть, но он себя оправдывает. Дело в том, что, опять же, когда хищник берет живца, насажен на такой крючок, начинает выживать, он никогда не накалывается за счет того, что жалоба внутрь. Но когда вы начинаете подсекать, когда он уже попал в него в горло там или дальше, вы начинаете подсекать, крючок поворачивается чуть-чуть, и за счет своей геометрии очень хорошо заходит в ткань. Но этот крючок чисто на заглот. Это не то, что вот мы ловим сейчас поймали, отпустили, а именно то, когда вы хотите забрать рыбу. В основной своей массе проглотивший хищник такой крючок, ну, только на сковородку будет. На второй узел на крючке я тоже капну каплю клея. Вот такой прекрасный поводок у нас получился. Его можно применять не только при ловле на крючки, но и на жерлице. При хватке трофейного хищника вы никогда его не потеряете, потому что длина его у нас достаточна для того, чтобы хищник не добрался своими зубами до лески. Это проверим. О, перевертка. Ветер пошел, погнал крошки, еще сработала одна у нас. Главное не спешить, потому что если сработала, да еще и крутила, как я видел, то, скорее всего, она наша. Лишь бы не завела в траву куда-нибудь. В траве все. Похоже, что-то неплохое. Где она? Где? О, где-то скошно продергивает у меня через руки. Не будем торопиться, чтобы не сошла. Вот она, вот она, вот она, вот она. Покусанный, пожеванный слегка. Но это получше, чем первое. Будем надеяться, что в следующий еще будет больше. Ну, вот это можно и забрать, пожалуй, будет уже. Я в своей ловле на живца использую два вида крючков. Тройники и двойники. Про тройники я вам все уже рассказал, показал. А сейчас хочу продемонстрировать, как я использую двойной крючок. Взяли живца, заводим наш поводок ему в рот и выводим под жаберную крышку. Желательно жабру не повреждать. Должно быть не среди жабры пройти, а под жаберной крышкой. Вот мы сейчас продели. Жабру не повредили. Протягиваем до конца поводок. Что у нас получается? У нас получается, что поводок идет под жаберной крышкой, а крючок двойной у нас во рту у рыб. Рыбка всегда пытается уйти вниз, поэтому поводок никуда не уходит. Он находится в этом месте. Хищник хватает нашего живца. Не накалывается, потому что здесь нет крючков. Переворачивает его. Щука имеется в виду. И начинает заглатывать. Двойник никоим образом не мешает. Он идет по ходу движения. Заглотило. Дальше мы подсекаем, и у нас идет засечка. Видите, крючок вонзился в пасть. Второй способ, который я использую при насаживании рыбки на такой поводок с двойным, это подспинной плавник опять же. В этом случае мы располагаем двойник так, чтобы после того, как мы его проткнули тело, он был вдоль спинки нашего живца. Вот таким образом. Так же самое мы прокалываем под спиной плавник, но только двойник располагается вот таким образом. Не вот таким, как бы, если бы мы назад закололи, он был бы кверху, а вот в таком пассивном, в рабочем состоянии. То же самое происходит. Берет хищник, прижимает этот двойник, не чувствует, переворачивает, начинает заглатывать, ничего не мешает. При подсечке двойник отходит от тела, вот как у меня сейчас в данном случае впалит, и попадает, засекает рыбу. Но опять же, тут надо законтрить этот крючок кусочком резинки. Это очень важно, так как в запрессованных водоемах щука очень осторожно относится ко всему металлу, ко всему острову. Лишние движения и наколки на пасть рыбы приводят к тому, что она просто бросает живца. Это всегда видно, есть переворотки, есть поклевка, но вы подходите, метр размотан, есть порезы, помятый живец, но он брошен. Это говорит о том, что ваш крючок либо велик, либо вот сажайте так, как я говорю, будет меньше пустых поклевок у вас. О, переверточка. Так, ну я вот вижу, что леска размотана вся. Пустой кружок. Стало быть, рыба далеко, в общем-то, можно особо не аккуратничать с забором. Это при полнотно штиле, то есть это о чем говорится, что это не кружок отмотал леску, а что это размотала его щука. Так, вот она делась. Нет, есть рыба. Травки немножко собрала. Вот та была светлая какая-то, а эта потемнее. Один водоем, а рыба разная. То ли на разном они. Одна в траве, другая на дне уже. Ну все, вроде. Ой, сошла. Вот что значит. Еле держалась. Где-то за самый краешек. Это при том, что она вымотала 15 метров, а рыба, тем не менее, не заглотила ее до конца. Рыба. Я очень доволен сегодняшней рыбалкой. Отличная погода для этого времени года. Отличная рыба. До новых встреч. Увидимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова